У приемного покоя вместе с каретами скорой помощи каждый день неизменно можно увидеть и пассажирские автобусы. Мы стараемся соблюдать общечеловеческие нормы. Поэтому была организована доставка пациентов на дом, невзирая на то, как далеко находится нет нашего района. Согласовано все это через министерство, естественно, здравоохранение, естественно, с помощью администрации Ленинского района. Такая практика в Видновской районной клинической больнице существует с начала пандемии. Но не только по месту жительства развозят людей эти автобусы. Как в песне поется «Хорошо, что есть на свете это счастье путь домой», особенно путь домой из больницы. Правда, у многих сидящих в этом автобусе он будет проходить через отделение так называемых легких коек, куда многие отправляются на долечивание. Нина Ивановна Драморецкая пролежала в стационаре почти месяц. Она здорова, но врачи понаблюдают за ней еще неделю. Она также едет в стационар на долечивание, покидает больницу с теплом в душе. Очень довольна обслуживанием, чистотой, аккуратностью. По первому звуку, что называется, приходит, приносит и замечательный коллектив здесь. В среднем в день пассажирами этих автобусов становится от 20 до 30 человек. Сегодня их поменьше 5 по домам, 5 на долечивание. В Донецкой потопаю я везу пациентов на легкие койки. А далеко это и в каком месте находится? Это вот недалеко, километров 7-8. Часто такие приходится выполнять поручения? Бывает, да. Ну, это примерно. Я не часто ездил, другие вот я ездил часто. Маски скрывают лица, но не глаза. И в них читается огромная благодарность тем, кто прикладывал огромные усилия, чтобы эти люди сегодня садились в автобусы, которые увезут их подальше от больничных стен. Все врачи очень добродушны, правильное лечение подобрано, все вовремя, в срок. Спасибо всем большое. В Ленинском городском округе продолжается снижение числа новых случаев заболевания COVID-19. Врачам становится легче, но они не устают призывать соблюдать меры предосторожности, ведь покидать больницу хорошо, но лучше в нее не попадать. Максим Козлов, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok